Друзья мои, вот такой пейзаж открывается чуть в стороне от проторенных троп в Минском лесопарке. Вот здесь вот было благоустройство, это заметно, стало вообще достаточно интересно и колоритно, очень радует, что о нашем лесопарке заботятся, а сейчас еще раз я вам продемонстрирую пейзаж. Вот на льду видно следы прямо на снеге, то ли кошки, то ли кто это, сложно сказать, а вот оно, болотца, деревья посаженные. Сейчас я отправлюсь дальше, поснимаю для вас фигурки в Кузьминском лесопарке. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, сказочный лес в парке Кузьминки. Сейчас я вам покажу, как здесь красиво и замечательно, в принципе, комментировать, наверное, особо не стоит, для того, чтобы вас не отвлекать от того, что здесь сделали. Сделали здесь очень красиво детям, здесь, я уверен, нравится, лес действительно сказочный, вот, есть, чувствуется, что есть забота, вот сказочные персонажи из наших любимых сказок, книжек, мультиков, вот. Вот, все это здесь есть, а неподалеку здесь, видимо, какая-то идет экскурсия, а детей много, вот, раздается детский смех, что не может не радовать. Значит, детям здесь нравится, красиво, интересно, и каждый взрослый, наверное, в душе все-таки ребенок, и любой пришедший сюда, наверное, найдет своего некогда ранее любимого сказочного персонажа, вот. Вот, и тоже сам окунется, окунется в детство, повторюсь, все мы когда-то были детьми, атмосфера здесь очень интересная. А сейчас я перейду на другую сторону, вот, и тоже вам покажу всю красоту этого места. Так что, друзья мои, если есть возможность, приходите, и взрослые, и дети, смотрите, что здесь сделали, здесь можно также и сфотографироваться, вот. Вообще, сделано, конечно, замечательно, в моем детстве такого, конечно, не было. Ну, так, продолжаю свое движение, значит, за забором усадьбы Деда Мороза, забор здесь металлический, все видно, все ярко, все просто замечательно. Вообще, конечно, я рад, что живу неподалеку от этого места, и у меня есть возможность здесь бывать. Не скажу, что я здесь могу бывать час, но, тем не менее, когда мне появляется время, я стараюсь обязательно выбраться куда-то на природу, чтобы потышать свежим воздухом, вот, снять стресс и погрузиться в иную атмосферу, атмосферу радости и детства. Наверное, это самый лучший вид психологической разгрузки, который придуман. Хотя могу и ошибаться. Продолжение следует...